Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Из Демре вечером мы решили отправиться в Кашу, посмотреть на вечерний каш. Билет из Демре до Каши стоит 8 лир. И приглашаем вас вместе с нами в эту поездку. Я иду первый раз в Кашу. Айхан, ты знаешь, где-то в Кашу? Айхан-то уже был давно, поэтому поедемте исследовать город вместе с нами. Поедем мы вот на таком мини-автобусе, который ходит каждые полчаса из автовокзала Демре. Как я вам говорила, этот район, известный сельскохозяйственный район в Турции. И посмотрите, вот это все, белое как море, это теплицы. Представляете, бесконечные теплицы Демре, Кумулджи, Финики и так далее. Вот именно отсюда в основном все фрукты и овощи идут на экспорт из Турции. Просто захватывающе. Это по дороге в Кашу, вы можете увидеть такую панораму. Мы уже подъезжаем к Кашу и посмотрите, какая потрясающая панорама открывается. Город очень маленький, но невероятно красивый. очень-очень живописно здесь. Вот такой вот красивый порт в Каше. И сейчас мы идем в центр города. Как таковых пляжей нет, но если вы хотите искупаться в красивом месте, то на лодке можно добраться в одну из красивых бухт. Вот, например, туда. Спустя буквально пара минут по прямой мы дошли до набережной. Первое, что мы заметили в Каше. Мы, конечно, не местные, мы мало что знаем. Здесь очень много туристов. Цены чуть дороже даже, чем в Алании. И на набережной много вот таких вот уютных ресторанов. Ну и, конечно же, стоят многочисленные яхты и яхты, на которых вы можете отправиться в тур. Вот такие вот здесь небольшие пляжи, пляжные кафе. Даже, друзья, загорать вы можете вот на таких специально выстроенных деревянных настилах. И в море плавать здесь вряд ли у вас получится. Сейчас узнаем, кто был в Каше. Обязательно напишите, потому что мы здесь первый раз. Да, здесь возможно только загорать. В море поплавать здесь у вас не... А, можно. Самые смелые могут спускаться вот с этих вот штук, с лестниц, которые ведут прямо в море. Ну а течение достаточно тут такое. Сильные волны. В Каше мы заметили такую особенность, что вот, например, около ресторанов никто вас не зазывает, никто не стоит. А как во многих европейских городах есть вот такое вот меню, которое вы можете посмотреть. Цены, ассортимент. И далее уже принять решение, хотите выйти в этот ресторан или нет. Никто на вас не давит. В общем, вот такой вот отличный момент в Каше. И вот таким вот образом, как я вам уже показывала, выглядят пляжи. Видите, вот здесь различные настилы. Но само побережье изрезано камнями, и спуститься к морю поплавать можно только вот по таким ступенькам. Вот такие в Каше красивые коты, которые настолько ленивые, что даже глаза не открывают. Нет, открывают. Спит. Вот такая вот панорама открывается с террасы отеля. И, как вы видите, пляж тоже выглядит вот таким вот образом. Вот так вот выглядит телепорт, рыбацкие лодки. Рыбаки тут сидят, что-то делают. Наверное, отправятся ловить рыбу, готовятся к ночной смене. Здесь также прогулочные корабли. И там вдалеке маяк. На самом деле город небольшой, не настолько большой, как я ожидала. Но такой зеленый, интересный, красивый. Здесь можно купить также программу для тура. Например, вот такой вот тур начинается в 11 дня. И возвращайтесь вы в 10 вечера. Покажут вам различные достопримечательности. Посетите Голубую пещеру. Тур длится 10 часов. Вот такой он Каш, дорогие друзья. Небольшой прибрежный городок с маленькими бутик-отелями. И прямо на закате солнца мы пришли на набережную. Очень красиво здесь и спокойно. Друзья, Ив, гуляя по Кашам, мы познакомились с Аней. Она из Санкт-Петербурга. Вы с семьей сюда приехали? Да. На сколько дней? Мы приехали на три недели, но мы не все время проводим здесь. Мы брали машину в Анталии и едем до Стамбула. До Стамбула. Слушайте, это вот самый классный отдых, который может быть. А в Каше вы? В Каше мы неделю, потом еще в Кушадасах по пути в Измир поедем, а потом в Стамбуле три дня. То есть у вас такой прям тур по Турции? Да. Ну, конечно. А то еще... А тебе нравится? Да. Нравится? Вот моя. Мне там только до него добраться, но постели. Да? А что, вы первый раз в Турции таким образом? Мы вообще в Турции первый раз. Мы очень долго не хотели сюда ехать, потому что мы приехали, привыкли в Европу. Как бы ездить, да? И к Турции было определенное пренебрежение, да? То есть глядя, как отдыхают там наши соотечественники в отеле. Холл инклюзив. Сюда ехать не хотелось. Ну и в какой-то момент мы уже вроде как все объездили, думали, куда? И вот упал взгляд на Турцию. Мы решили найти отдых под эгидой другая Турция. И вот, собственно, да, мы искали города, которые далеки вот от этих вещей, где можно снять апартаменты. Тихо, маленькие, аутентичные, старинные. Смотрели. Вот Калкан наш нам очень нравится. Понравится? На самом деле, вот мы тоже на Ютубе всегда на своем канале говорим. И ребята знают, которые нас смотрят, мы показываем им тоже другую Турцию. Совершенно другую. Мы предлагаем выходить из отеля, изучать местную жизнь, кухню, там, знакомиться с людьми, путешествовать. Даже когда вы приезжаете в отель All Inclusive... А папу моего Николай зовут. Ой, как здорово. Даже когда вы приезжаете в отель All Inclusive, вы просто можете выйти и увидеть столько всего интересного. Да, конечно, да. На самом деле, Турция не такая, как вы представляете. Мы постоянно говорим, ломайте стереотипы. Турция – это не то, что вы видите. Не то, что вы видите. Вот мы за этим приехали. Вот, да. И заодно нашим знакомым рассказать тоже об этом, что здесь совершенно иначе. Да, спасибо вам большое. Хорошего вам спасибо. Друзья, еще раз вот эти вот люди, Анна и ее семья, которые приехали в Турцию первый раз, подтверждают, что, как я уже сказала, надо ломать стереотипы. И в Турции есть все. Если вы хотите суперлюкс отдых, пожалуйста, Белик, отели Белика, чуть ли там не семизвездочный. Если вы хотите историю, пожалуйста, отправляйтесь на восток. Если вы хотите что-то дешевое, в отелях вы тоже найдете. Ну, про исторические достопримечательности я вообще не говорю. Про вкусную кухню. Все это вы уже знаете лучше меня, потому что вы смотрите все наши видео. Поэтому ломайте стереотипы и приезжайте в Турцию. Здесь вы найдете каждый сам для себя, что учите. Вот так вот выглядит пешеходная улица в Каше. Видите, здесь очень популярен дайвинг. Тот, кто любит дайвинг, может приобрести здесь различные товары для дайвинга, маски различные. Я в дайвинге ничего не понимаю, если... Вот это вот современный вариант маски, кстати, очень популярная штука, тоже классная. Кто понимает в дайвинге, пишите. Буду рада знать, если среди моих подписчиков есть дайверы. Ну, а пешеходная улица выглядит вот таким вот образом. И везде здесь лежат, отдыхают коты, совершенно расслабленные. Много различных сувенирных лавок. Ну, например, давайте посмотрим, что продается в Каше. Все то же самое, что и в Алане. Вот такие вот лампы, различная керамика, различные магнитики. Магнитики здесь, конечно же, на морскую тематику, вот с такими вот водолазиками. Вечером здесь зажигаются огни и становится тоже очень красиво. Пахнет, пахнет вкусно едой. И каждый раз, когда мы где-то путешествуем, мы решили с Айханом разыгрывать какой-то приз. И каш, как вы знаете, известен также своими натуральными продуктами, мылом и так далее. Но поскольку мы не хотим тащить ничего из каши домой, мы всегда ездим налегке, в этот раз мы разыграем, как вы думаете, что? Розовое масло. Нет, не розовое масло. Розовую воду от магазина Green Body. Все, я уже устала. В общем, тот, кто оставит комментарий под этим видео, будет участвовать в розыгрыше розовой воды. Условия розыгрыша смотрите в описании к этому видео и получайте розовую воду от магазина Green Body. Подарок. Подарок. Розовода. Розовода. Подарок. Ну, а мы продолжаем гулять по вечернему пашу. Пока мы сидим тут, пьем воду и Айхан есть мороженое, хочу сказать вам интересную историю. Два года назад, когда мы были в Черногории в городе Ульчинч, мы также бродили по городу и наступил уже вечером. Мы также присели на набережной и Айхан стал говорить с акцентом, ну, прикалываться. Тракия. Тракия. С акцентом траки. И так говорил громко, и этот акцент такой смешной, что Айхан говорит, Айхан, что ты прикалываешься? Тут кто-нибудь точно понимает турецкий, будет сейчас смеяться. Здравствуйте. И Айхан говорит, нет, кто здесь не понимает, кто здесь понимает турецкий? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы всегда заодно, мы не говорили, конечно же, ничего плохого, мы просто прикалывались, но всегда знайте, что кто-то рядом может паять, о чем вы говорите. И мы ему рассказали эту историю, что Сидим говорил, да кто тут понимает турецкий? И хоба, и он понимает турецкий. Правда, я его спросила, понимает он турецкий или нет. Он сказал, да, я понимаю турецкий. Я говорю, Айхан, видишь, даже здесь, в Черногории, в каком-то городке совершенно непопулярном, город Ульчинч, совершенно непопулярным среди туристов, оказался земляк. Ну, в общем, мир очень тесен.